Сначала, наверное, я попытаюсь набросать, собственно, портрет современного, актуального книгоиздания, описать его основные проблемы, а затем перейти, собственно, к нашему магазину и какую-то роль, с нашей точки зрения, выполняет, собственно, во всей этой большой картине, в этом механизме, какие альтернативные, собственно, решения он предлагает. Начать, наверное, следует с распада Советского Союза. Насколько, я думаю, вам известно, а если неизвестно, то достаточно зайти в любой букинистический магазин, для того, чтобы увидеть, что, собственно, из себя представляла советская книгоиздание. Еще лучше взять томик какого-нибудь классика, желательно даже не из собрания сочинений, а так изданных единично, подержать его в руках, посмотреть на обложку, на дизайн, открыть книжку, перевернуть и посмотреть тираж. Если вы это все сделаете, вы, собственно, и сопоставите еще несколько книжек, то есть как-то каким-то образом, собственно, проанализируете свой этот опыт, то вы увидите, что в Советском Союзе существует очень мощная школа книжного дизайна. Обложки советских книг красивые, стильные, можно изучать, собственно, этот вопрос по десятилетиям и сравнивать, чем отличается дизайн советских книг, изданных в 30-х, 40-х, 50-х, от книжек, изданных в 60-х, 70-х, даже в 80-х. Еще можно что-то увидеть. Вы обнаружите, что большинство книг снабжены грамотными предисловиями филологическими, пускай там и фигурирует марксистская часто очень риторика и лексика, но, тем не менее, с профессиональной точки зрения недостаточно неплохие книги, хорошо комментированные. И самое главное, тираж этих книг, как правило, начинается от 100 тысяч. Если взять, прийти в магазин «Лас книгас», «Читай город», «Буква» или любой другой так называемый сетевой магазин, и взять ту же самую книгу, того же самого классика, но изданную сейчас издательством «Мастер Эксму», вы увидите, что дизайн безобразен, предусловие, если есть, это скопированное предусловие из издания 70-го, там, какого-нибудь, 60-го года, и тираж книги не превышает 5 тысяч экземпляров. Собственно, тут можно, в общем-то, как бы дальше ничего не говорить. Почему так произошло? Почему такой контраст, и что вообще случилось? Случилось то, что в определенный момент книга издания была целиком и полностью выкинута на рынок. И вроде бы, как и со всем остальным, должна случиться была какая-то регуляция. То есть, рынок должен был, как бы, отрегулировать вообще этот момент. Ну, и в итоге, как бы, произойти трансформация, все перестроится и заработать уже на каких-то новых условиях. Вот. И, собственно, возникло, в какой-то момент, в какой-то момент, возникло, то есть, прошло, когда вот этот был начало 90-х, когда издавали все, что нельзя было издавать в Советском Союзе, потом все это схлынило, потом начались проблемы просто социальные, ну, там стало недочтимое, как бы, никто вообще это не отслеживал, никакой обратной связи с издательствами не было. Вот. И появились вот эти самые гиганты, Аста, Эксмей и другие, которые, собственно, и львовную долю рынка захватили. Эти издательства, они руководствуют исключительно коммерческой логикой. То есть, они считают, что книга – это просто товар, что книга – это текст, написанный, напечатанный на бумаге и все, который нужно продавать. То есть, основная задача, чтобы это была, собственно, бумага, а на ней были буквы, и даже, как бы, орфографические ошибки – это ничего страшного, если текст можно прочесть. То есть, это такая, как бы, ну, чистейшая функция медиа. Книга мне… книга, да, эстетизирована. Книга, если должна быть красивой, то она должна быть как бы красивой. То есть, там должно быть золотое тиснение, завитушки, ну, что-нибудь такое, кораблик на обложке какой-нибудь там, срисованный откуда-нибудь. Ну, комментарии, как бы, не нужны, потому что зачем, собственно, они нужны. Качество бумаги не играет никакой роли, главное, чтобы текст считывался. Ну, и так далее. То есть, вот такое, как бы, то есть, все максимум, то есть, все дастетизировано, да интеллектуализировано, сам процесс да интеллектуализирован. То есть, издатель, собственно, как бы, занимается вот просто этим процессом, собственно, выпуска вот этого вот товара, который там, как бы, максимально старается удешевить этот процесс и так далее. Ну, то есть, это вот такой просто товар, то же самое, что, я не знаю, что одноразовая, там, ручка шариковая, или одноразовая, там, зажигалка, или еще что-то такое. То есть, объект, от которого не требуется быть красивым, быть приятным на ощупь, быть умным, то есть, потому что умная книга хорошая, это не только умный текст, это еще и верстка оригинальная, это еще и комментарии филологические, и много чего еще, иллюстрации и так далее. То есть, вот это все, как бы, стало ненужным для вот этих, вот, собственно, коммерческих фил. Вот, и вот это к этому, собственно, и привело, к тому, что книга превратилась в черти во что. Параномно, собственно, оставались энтузиасты, и это, наверное, положительный момент, собственно, перехода, как бы, от советской системы, что появилась возможность, появилась такая, как бы, профессия издателя, частная, то есть, вот, в общем-то, желающий заниматься издательским делом человек, он получил эту возможность. И вот это насталащее, осмысленное книгоиздание, оно вот туда, в эту сторону, то есть, в эту нишу, оно перетекло, и там, собственно, до сих пор и существует. Ну, по сравнению с вот этими гигантами, или по сравнению с советским книгоизданием, там все очень миниатюрно, миниатюрно до такой степени, что на форму всей российской ситуации, можно сказать, что этих издательств, как бы, нету. Вот, потому что тираж в 3000 экземпляров, или 1000, для 3000 экземпляров, для страны, в которой живут 130 миллионов, его, как бы, нету. Ну, то есть, нужно, действительно, какой-то микроскоп, чтобы это увидеть. И, собственно, эти тиражи, в воду свои, своего маленького количества, они, в основном, расходились, расходятся в двух городах, в Москве и немножко в Петербурге. А провинция, она выпала просто из этого совершенно процесса, и остались только вот эти, собственно, астексы, то есть, вот эти вот гиганты, которые создали так называемые сетевые магазины. Что такое сетевой книжный магазин? Сетевой книжный магазин, на самом деле, это магазин, либо открытый издательством, принадлежащий издательству Астексмун, либо аффилированный. Ну, то есть, в котором, в общем-то, в основном представлены интересы, собственно, вот этих двух издательств, и книги этих двух издательств. А все остальное не представлено, то есть, независимо, как правило, издательство не представлено в этих магазинах. И вот получилась такая картина, что в массовом доступе остались только вот эти самые ширпотребные, как бы безобразные, коммерчески, собственно, ориентированные изданные книги. И интерес вот этого просто советского читателя, ну, собственно, привыкшему к хорошему качеству книги издания, к хорошему качеству литературы, он, естественно, как бы стал очень сильно падать. Потому что, ну, придя в сетевый магазин, не найдя ничего такого, что можно было бы купить и с удовольствием почитать, а потом поставить на полку, как бы человек, в принципе, как бы вставил крест на вообще на этом начтении, или там переходил исключительно кормиться в бакинист, как в свое время я делал тоже в Перми. То есть, я просто ходил только в бакинистические магазины, потому что только там не нравилось то, что там можно было купить. Вот. Ну, в общем, это всю ситуацию, вот, как бы, действительно, как бы, завело в какой-то тупик такой. И амбиции, собственно, этих издательств, они, как бы, в том же направлении движутся, в том, чтобы рынок вообще монополизировать, то есть, чтобы стать вообще единственными, собственно, как бы правителями этого всего. И тогда это будет уже, как бы, полнейший коллапс. То есть, когда не будет вообще никакой конкуренции, собственно, можно будет книги печатать вообще хоть на туалетной бумаге, и, как бы, никто ничего с этим сделать не сможет. Вот. А по госзаказам их засовывать в библиотеки и школы, и даже если их не будут покупать рядовые граждане, все равно, как бы, заказы будут существовать, и прибыль будут существовать, и тиражи будут существовать. И вот, таким образом, где-то, наверное, к началу, или середине, или середине даже 2000-х годов, вот эта ситуация была вот именно такой. То есть, по всей стране властвует Астекс-Моу, независимые окопались в Москве и Петербурге, в магазинах, которых было сначала много, Генеев, Фоланстер, Адмаргенен, и, ну, с десяток и даже более магазинов книжных, которые к середине 2000-х годов практически все позакрывались, и остался один только Фоланстер. Я, если не ошибаюсь, в 2008-2007-го года была статья в афише, посвященная Фоланстеру, и там была вот такая грустная констатация, что, с одной стороны, Фоланстер, как бы, сейчас является магазином номер один независимый в России, а с другой стороны, единственный. Вот, то есть, больше нету никого. На весь, как бы, на всю страну, вот, он единственный. И, собственно, как раз в этот момент мы с коллегами и открыли магазин Петровский, и первоначальная цена, может быть, она была тогда, на тот момент, еще, как бы, воспринималась нами чересчур формалистически, то есть, открыв магазин, как Фоланстер, еще не отдавая себе отчетов в том, что, собственно, такого, что, в чем сущность Фоланстера, что мы хотим, собственно, повторить. То есть, это был немного, как бы, такой формальный подход, в поводу какого-то копирования, расстановки, выкладки и всего прочего. И вот после этого, то есть, мы открылись, действительно, как магазин Фоланстерского типа, так про нас говорили. Мы с этим с удовольствием соглашались. На самом же деле, вот, первое, что мы сделали, да, на тот момент, даже, еще не было, собственно, никакого своего лица, мы сразу же решили проблему, собственно, вот этой изоляции, изолированности провинциального читателя, отсутствие доступа к независимым издателям, то есть, к независимым изданиям. Мы в течение полугода набрали практически, ну, по где-то издательств 70, и через год уже эта цифра равнялась 100, а сейчас это порядка, наверное, уже 150 издателей, с которыми мы работаем. То есть, мы перенесли Москву в Пермь, вот эту независимую книжную Москву, мы просто взяли в Москве и просто перетащили в Пермь, это поставили, перед Пермьком мы сказали, вот. Ну, а случилось, случилось то, что люди пришли, и, видев это, они сказали, ага, мы думали, что книг уже в России-то, собственно, нормальных никто не печатает, что их уже давно нет, что это уже все, как бы отошли, больше, а оказывается, они есть, оказывается, это не исчезло, оно вытано. И это была вот такая первая реакция, то есть, это первая задача, наверное, положительная, с которой мы справились. И если говорить сейчас о, вот, то есть, это сейчас, как бы, задача номер один. Если в каждом миллионном городе возникнет магазин, которым был представлен независимый, то есть, тот, кто спадет, это состояние изоляции, спадет необходимость, то есть, в Москву вот за книгами уже ездить не надо будет. То есть, а раньше было так. То есть, я понял, что мне много денег не хватало в поезде, потому что я все книги тратил, берегу, прямо в магазине, и, как бы, ехал под голову, подкладывая, собственно, эти книги. Ну, в студенчестве, естественно, что там денег не было совершенно. Вот, то есть, решается эта задача. Любой студент, я не знаю, любые пенсионеры, кто бы то ни было. То есть, у пенсионеров другая была проблема, там, книги серии Жизеэл. Кто-то вот в Москву, купите, ну, пожалуйста, там, вот в Жизеэле, выходит, там, биография, не знаю, Кеннеди, купите мне биографию Кеннеди, да? Сейчас, может, и студент купить книги по тем же самым ценам, а может быть, и дешевле. И пенсионер может купить книжку Жизеэл в Петровском. Вот, то есть, это смысл сейчас, собственно, возникновения книжных магазинов в провинции номер один. Если эта проблема будет решена, это уже будет очень хорошо. Что еще? Да, и как мы дальше начали развиваться? Вот, мы дальше начали, собственно, уже себя понимать не просто как вот книжный магазин флангстеровского типа, а книжный магазин флангстеровского типа, который работает впервые. Соответственно, ну, нужно каким-то образом, собственно, взаимодействовать именно с местной конкретной средой, а не с абстрактным покупателем. Вот, и сначала все было так достаточно укрупнено и разлито. Вот, затем мы стали понимать, что флангстер – это магазин, в котором очень, ну, так, на передний план, значит, выходит именно социалистический левый момент такой, что это все-таки магазин такой анархической направленности для магазин через лигод, который действительно совмещает социализм в разных его проявлениях и формах с интеллектуализмом. То есть, магазин для умных левых. Мы поняли, что, несмотря на то, что у нас, в общем-то, в коллективе большинство действительно придерживается в той или иной степени социалистических взглядов, что мы не хотим, собственно, делать на этом ударение, вот, а мы хотим подойти с другой стороны. То есть, мы хотим сделать народный магазин. То есть, народный не в том смысле, что это как, я не знаю, социальный магазин, а народный в том смысле, что мы перестаем считать народ, как бы, каким-то дураком, которому нужно только поле чудес, как бы, и книга Марининой. А мы начинаем, мы просто делаем вид, что на самом деле у нас люди все умные, ну, то есть, как бы, немножко притворяемся, да, но мы представляем себе такой некий идеальный народ, каким бы мы его хотели быть. И вот для этого идеального народа мы делаем этот магазин книжный. Вот. Это значит, что обязательно там должны быть какие-то... То есть, это не магазин интеллектуальной литературы, это магазин хорошая литература. А хорошая литература, она и хорошая книга, хорошо изданная, она может не обязательно быть на тему... То есть, это не обязательно Кант, это не обязательно Делес, это может быть комикс, это может быть графический роман, это может быть книга по кулинарии, но очень хорошая книга по кулинарии, это может быть противодитель. Ну, собственно, выбор книг мы максимально демократизировали, то есть от детской литературы до философии, а в промежутках есть и кулинария, есть и художественная литература, есть альбомы по искусству, есть книги по теории истории музыки и так далее. То есть максимально такое, ну, книговое здание лучшее, как бы, с максимально широким таким диапазоном, ну, исключив книги, учебники, учебные пособы, методические какие-то вещи, то есть медицинскую литературу, то есть, ну, это такой гуманитарный, как бы, общегуманитарный получается такая картина. Вот, и в этом смысле мы уже, как бы, сделали шаг в сторону от формата флангстера, вот, а дальше мы начали работать с репрезентацией, с рубрикацией и так далее. То есть сначала у нас была такая классическая идиотская, как бы, расстановка, там, где-то сериями стояла, где-то по алфавиту, типа, чтобы легче было найти, поэтому там рядом с Джойсом мог стоять, я не знаю, там, на Д кто-нибудь, кто-нибудь еще. В общем, как бы, было так все достаточно еще, как в супермаркете. Вот, мы начали менять хронологию, мы рубрикацию, мы начали расставлять по, ну, если это художественная литература, то по принципу, собственно, как бы, процесса исторического художественной литературы, то есть битники, там, их собирать в одну кучу, там, социалистический реализм в другую, то есть все это вместе, разболнять эти книжки филологическими исследованиями, то есть, потому что люди у нас не привыкли еще читать книги о книгах, они любят, ну, вот, то есть, во-моему, окей, как бы, это классика, мы это будем читать и хотим знать, а книга Эйхенбаума Альвета Остон, как бы, ну, зачем, зачем мне это знать, я сам свое мнение составлю о книге, зачем мне мнение еще кого-то. Вот, на самом деле, это очень важно для того, чтобы появилось вдумчивое чтение, чтобы этот процесс, как бы, интеллектуализировал, то есть, ну, вот, стали разбавлять и филологическими исследованиями, ну, и так далее, то есть, расстановка, сейчас мы вообще хотим прийти к какому-то такому фьюжену уже, когда книги по кулинарии соседствуют с книгами по философии, где-то внутри, там, существует связь какая-то между этими книгами, то есть, это не просто так, типа, мы положили, вот, рядом с Кантом, там, книги про макароны, нет, конечно, вот, ну, то есть, какое-то еще, ну, то есть, нащупывание более глубоко скрытых, но было, возможно, как бы, энергии, то есть, было правильных связей между этими книгами. Для чего? Ну, для того, чтобы просто это было интересно, наверное, для того, чтобы, собственно, пространство магазина, оно тоже было умным, и оно взаимодействовало с посетителем этого магазина, чтобы это было не просто приходит, чтобы, как бы, взять книжку, отдать деньги и уйти, сказать спасибо, а чтобы это был некий какой-то процесс, и это была какая-то вот такая вот дрожда и взаимное влияние. И когда вопрос, а чем, собственно, Озон хуже, чем вы, он не стоит, потому что в Озоне вы не можете случайным образом, просто потому что рядом стоит книжка на поле, ну, то есть, может, там есть эта система все-таки какого-то перекрестного там информирования, но она не работает так, как она работает в офлайне, особенно есть еще рядом стоит человек, который вам что-то может еще рассказать и посоветовать и так далее. То есть, вероятность наткнуться на какую-то шикарную вещь случайно в магазине, она намного больше, чем в интернете, например. При том, что еще в Озоне части книг, в принципе, нет, которые есть у нас, и цены у нас ниже. Вот, то есть, наша задача – это создать вот такое умное место, умное место, которое бы работало даже без нас, работало бы со мной, чтобы у нас была внутренняя логика, чтобы эта логика взаимодействовала с логикой читателя. Вот мы это всевозможными способами осуществляем. Если мы продолжим существовать, если подобные правила… То есть, как сказал Александр Иванов час назад, он сказал, что, на самом деле, в чем отличие сетевых магазинов, в том числе, от независимых от частных? Оно заключается в том, что каждый независимый частный магазин, он очень индивидуален. То есть, он зависит, его смысл очень сильно зависит от тех людей, которые работают, они всегда оставляют некий отпечаток. Это, с одной стороны, как бы подразумевает возможность некого авторитаризма на совпадение вкуса этих людей и тех людей, которые приходят в этот магазин. С другой стороны, это обеспечивает баллы гибкие взаимосвязи. То есть, когда покупатель приходит в магазин, и перед ним стоит человек, который имеет полномочия менять этот магазин, ну, вы понимаете, да, какие-то возможности. То есть, в принципе, человек может пройти, высказать, что у вас нет вот этого, вот этого, или это у вас стоит неправильно, или это стоит на этом месте, или еще что-нибудь. Вот. И мы можем прислушаться, действительно, эту ситуацию исправить. Так было неоднократно. То есть, за 4 года посетители магазина, пермики, они очень сильно поменяли на его внешний вид, на его структуру. В отличие от сетевого, в котором вам всегда продавец скажет, я тут вообще никаких решений не предпринимаю. Да, есть менеджер, а менеджер скажет, у меня если в Москве товаровед, вот, идите, типа, с ним разговаривайте, да, то есть, абсолютно, никого, никого взаимодействия не получается. Так вот, собственно, для того, чтобы, то есть, понятно, что надо каким-то образом, если не свалить и не победить этот самый Астекс Майл, он невозможно победить уже, судя по всему, он будет существовать и будет играть важную роль, там, в ближайшие, там, не знаю, 10 лет. Вот, если даже и, как бы, не бояться, необходимо создавать некую параллельную, значит, иную систему, которая могла бы, собственно, конкурировать. Конкурировать, она сможет только в том случае, если появятся магазины. То есть, в магазине все упирается, на самом деле. Если в каждом русском миллионнике будет один частный магазин, куда, с которым может связаться независимый издатель, сказать, возьми, пожалуйста, мои книжки на реализацию, и это будет происходить, да, то есть, тогда, собственно, ситуация очень сильно может в корне поменяться. Вот, тогда могут вырасти и тиражи, потому что схема возврата денег, она, несмотря на на что, все-таки, более быстрая, потому что мы продали книжку, мы, может, не в этом месяце, а в следующем, или еще через три месяца, но тем не менее, все равно в ближайшем, в ближайшем будущем с издателем рассчитываемся, возвращаем ему деньги, и издатель, соответственно, получает деньги для того, чтобы напечатать новое. Если будет не один Петровский, а будет 10 разных магазинов и миллионников, и будут примерно сопоставлено с новыми деньги поступать в издательство, я думаю, что издательство, ну, как бы, повыше себя немножко будут чувствовать. Во-первых. Во-вторых, появится возможность вот этого интерактива, обратной связи. Дело в том, что сейчас прекрасное, чудесное, героическое российское книгоиздание, оно очень, как бы, хаотично. То есть, почему издается вот эта книга, не вот эта вот книга, не другая книга, не совсем понятно. То есть, у каждого издателя, понятно, есть своя логика. Но общий какой-то процесс, то есть, общая мозаика не складывается. То есть, издается, в принципе, на, не знаю, 5% от того, что по идее должно издаваться, и почему, собственно, эти 5% входят в эти книги, а не другие, тоже, как бы, вряд ли кто-то сможет сказать. Ну, потому что, собственно, как бы, издатель так решает. Решает он так, потому что он не знает, на самом деле, что нужно читателю. Ну, то есть, нет этого контакта. То есть, независимо книжный, он выполняет в том числе связующий уровень. Связывает читателя и издателя. Он обеспечивает эту связь, он обеспечивает качество этой связи. Вот, наверное, я прерывусь, просто, может быть, чтобы ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Вы сами можете сказать сомнения, что вы выживете. Если мы выживем, вы говорите, вот вы выживете, это... Не, ну, я в том смысле, что как вообще, в принципе, я, может быть, не знаю, как... Будем живы, не помрем. То есть, вот... Вы желаете такие проекты? Эти... Ну, вот, смотрите. За последние 4 года открыт Петровский, открыт магазин в Воронеже, независимый. Открыт магазин в Пензе, одновременно с нами открылся. Открыт магазин... Два магазина в Петербурге. Да, 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 да. А это было в Москве, это было в столице. То есть, в провинции больше шансов дружевать в таких магазинах? Я считаю, что да. Вот, но это вопрос пока, это вопрос еще. Потому что процесс идет, на самом деле. То есть, за 4 года открылось уже, вот, больше 5, то есть, я, если я подумаю, наверное, 10 магазинов, и ни один, ни один закрылся за 4 года. То есть, 4 года назад открыт, ни один не закрылся. Вот, собственно, я ответил на вопрос, да. То есть, выживать можно. Другой вопрос, как? И насколько комфортна эта жизнь? Да, она не очень комфортна в плане денежной. Да, мы много денег не получаем. То есть, зарплата моя такая же, как у моих сотрудников, она очень небольшая, все жалуются, клятся и так далее. Ищем деньги на стороне, какие-то проекты придумываем, где можно как бы подзаработать, там, хотя бы летом, для того, чтобы лето нормально провести. Ну, то есть, выкручиваются. С другой стороны, есть компенсация. Во-первых, вы занимаетесь тем, как бы, что вам не нужно постоянно себя убеждать, зачем я это делаю. То есть, понятно, для чего я делаю. У меня есть дети, я делаю это для детей, например. То есть, это уже хорошо. То есть, мне было бы не стыдно смотреть сыну в глаза, когда он мне говорит, что, типа, что у вас там вообще творилось, как бы, как этого... Вот, то есть, мне не надо было тебе говорить, что я качал нефть, как бы, продавал куда-то, как бы, на эти деньги жил. Вот. То есть, ну, я не знаю, я утрирую, но, как бы, мотивация очень сильная, на самом деле. Очень серьезный фидболт. То есть, я недавно, вот, у нас последнее время, я думаю, сейчас какой-то такой период, когда у нас пошел вообще дочайший фидболт. Я еду из Москвы в поезде, со мной в купе полковник Фольсбе, который меня сжимает руку, говорит, все наделаны, ходим в твой магазин, очень круто, как бы, молодцы. Я говорю, надеюсь, не профессионально, интересно. Ну, не, 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 все в порядке. Вот. Прихожу в банк, операционист в банке говорит, я вчера для папы у вас шикарную книжку купила, и так далее. Да, наша задача, чтобы кассиры в магазине вот сидели, как бы, обсуждали Чехова, которого они купят у нас. Вот. То есть, ну, естественно, когда вам люди вот так подходят и говорят, вы испытываете невероятную радость, и там, черт с ним, как бы, с деньгами, да, надо, как бы, вот, надо работать. Вот. Во-вторых, есть некий, вот, как бы, рост и разрастание этого. Мы, в том числе, в Порни выступили такими Порни доброволцами, которые за собой, собственно, как бы, мы открылись, все сразу сказали, вы закроетесь через месяц, мы закрылись через месяц, через год все говорили, но, видимо, все-таки вы скоро закроетесь, когда мы просуществовали еще год, а потом три, и вот три все-таки такая вот цифра, как бы, для русского человека, она, видимо, какая-то символическая. И вот после празднования нашего трехлетия, после того, как нас пытались закрыть, мы перебрались на другое место, открылись в более, как бы, лучшем виде, после этого в Порни начало происходить что-то невероятное, то есть начали открываться какие-то, значит, парикмахерские, где можно постричь бороду и послушать виниловые пластинки, выпить какое-нибудь там вкусное местное пиво. Появились, значит, кофе на вынос, при этом не просто кофе на вынос, а очень вкусный кофе на вынос, 10 типов. Появились, значит, виниловые лавки, где виниловые продаются. У нас, в том числе, одна из лучших, как бы, при магазине. Детские креативные пространства. Ну, короче говоря, начали, вот, просто сейчас, мы просто вернулись, чтобы это все не сошло на нет. То есть, пошли... Вот, это все происходит уже после смещения Германа. То есть, когда, то есть, в каком-то смысле, когда вот этот вот механизм, то есть, вот это вот, как сказать, я вчера просто об этом тоже говорил тут, когда схема, когда государство берет на себя все, то есть, когда государство в виде Германа ушло с этого поля, виновом начали вот расти вот эти вот грибочки появляться. Вот, то есть, поля не освободилось, ушли эти гигантские бюджетные деньги, ушли эти гигантские фестивали, там, много какие-то мегаланские проекты, там, что мы, там, перми, там, то построим, все там построим. Да. Получилось, наоборот, начало, как бы, вот эта вот, называемая инициатива, она начала себя проявлять. Ну, здесь вряд ли это связано, аж прямо так, с Гимнадью. В Казани сейчас мы с вами присутствуем, собственно, при рождении вот именно такого проекта. И оно все действительно, они ничем абсолютно, ну, кроме, может быть, каких-то вещей, связанных с молодостью и опытностью, они, в принципе, ничем не отличаются от схожих проектов в Европе, в Америке. То есть, весь, собственно, цивилизованный мир, он именно приходит к тому, что надо вот свое пространство, свой район, как Александр Теревич говорил только, что вот его надо преобразовывать приятным для своей жизни способом. Собственно, делать образование части своей повседневности, что я не просто, как бы, вот, живу там в городе, хожу на работу, а в свободное время иду в мультиплекс, как бы, смотрю кино послушно, возвращаюсь на даму Жи Папкун. А я еще хожу на лекцию, вот пришел на лекцию, послушал, собственно, лекцию, может, по-моему, его не понял, но тем не менее, что в голове остается, вот, процесс образования сделает его повседневно, то есть, частью повседневности. Понятно, что это нужно сделать очень, как бы, мягко, то есть, это должен быть и детейминг, да, то есть, это образование должно быть свешено с каким-то родом развлечения и так далее. Вот, в это во все вплетаются должны разные практики. То есть, у нас сейчас, на данный момент, магазин, мы, собственно, находимся тоже в составе кластера, где у нас детское пространство, кафе, маленькие шеверны, собственно, и так далее. Мы сейчас вот как раз учимся обмениваться этими потоками. Иногда бывают такие вечера, когда у нас биткоин просто в магазине взрослых, которые там выбирают книжки, в это время их дети бегают туда-сюда по коридору, путаются в ногах, когда в коридоре играют какого-то брусмена, и это выглядит просто вообще потрясающе. И надо сказать, что люди себя вот в... То есть, с одной стороны, это все мовшество, а с другой стороны, люди очень быстро приспосабливаются и ведут себя очень правильным образом. То есть, они не стесняются, но они не напиваются, например. То есть, если видят, что рядом дети, значит, как бы, там, папа, они себя спином подерживают, например. И получается очень приятная, на самом деле, для глаза картина, внушающая, в общем-то, какой-то, ну, какой-то очень такой прям серьезный оптимизм. И, собственно, то, что сейчас открывается подобное пространство в Казани, я считаю, что это вот симптом вот этого какое-то вот обновление, собственно, понимание над ним того факта, что если они сами не сделают, то не сделает никто. То есть, как бы, есть момент такой, что, как бы, государство уже, ну, мысленно очень много не послано, как бы, как на оно еще ничего сделать в этой ситуации. И все, как бы, поняли и сказали, ну, как бы, ладно, государство не мешает, да, иди строить дороги, как бы. Если не можешь строить дороги, ну, тогда ты, как бы, вообще, как бы, до свидания, а мы тут будем, значит, заниматься своей жизнью сами. И вот этот процесс, собственно, он и превращает эти бессмысленные постсоветские индустриальные ненавидники, превращают, начинают превращать города в города, в места, где, ну, жизнь как-то, в общем-то, осмысленна теми людьми, которые они живут, и она приспособлена, она человекоразмерна. Вот, потому что советские города, то есть, они бы находились в рамках вот той советской индустриальной производственной ненавидники, и они были организованы таким образом, чтобы выполнять задачи, вот, но эти задачи не были связаны с комфортом граждан, то есть, как сказали у меня родные, советский союз был прекрасной страной, в которой, к сожалению, было практически невозможно жить хорошей жизнью, но это была прекрасная страна, она прекрасная страна, то есть, сейчас эту рамуну надо превратить, как бы, в общем, надо ее обжить, вот, ну, вот, вот, как-то так. И этот процесс, я повторяю, вот, на мой взгляд он получается. Да, ну, может, в том числе еще и инстанция вкуса, в том числе, да, то есть, если мы в магазин будем, собственно, запускать любые книги только потому, что они независимые, там, кем-то изданы, или мы будем читать, пускать с лекции людей, которые будут объяснять, что православные кресты – это антенна, да, для связи с космосом, да, то есть, понимаете, что это во что-то нужно? Мы все равно в инстанциях вкуса, то есть, в том числе, мы не отказываем, мы отказываем иногда вынуждены быть сногами, вынуждены говорить, что это на наш уровень, к сожалению, да, это не очень приятно, как бы, это не совсем правильно, так, с человеческой точки зрения, вот, но нормально приходится выполнять функцию, иначе как-нибудь будет борда. Вот, и вот положительный момент этого снобизма, он заключается в том, что уровень книгоиздания в Перми, он действительно вырос. Какие методики вы работаете с издателями в этой связи? Как вы на издателей влияете, что нужно издать именно это сейчас? Как происходит? Нет, мы таким образом не влияем еще. Нет, мы не влияем, вернее, мы подсказываем, вот, ну, какие-то идеи, не знаю, в Перми был, в Перми вообще очень интересный город, у него вот, в советский его период, он очень интересный, в том смысле, что он был очень такой, там, социалки было очень много. Вот, и там был такой шикарный просто проект, он назывался «Сами о себе». Это собирали сочинили рисунки школьников с разных школ, а потом их объявили, сочинили рисунки о себе. То есть, говорили, там, Вася, напиши про себя, про свою жизнь. И он, там, что-нибудь, там, этот 10-летний мальчик, пионер, он что-то писал. Отбирали лучше, издавали прямо, вот, ну, их было, там, выпусков, наверное, 10. И это, ну, вот, смотришь, просто, я не знаю, вот, ну, настолько это трогательно все, и, ну, и, вот, собственно, издавали, да, я, нет, я просто говорю издавали о том, что, слушайте, вот вы знаете, что такой был проект? И он говорит, слушайте, да, точно был такой проект. Сделайте, сделайте, возродите. Да, мы подумаем. То есть, вот, сейчас они думают, возможно, они это сделают. Вот. Ну, собственно, там, вот, коллег философов, вот, мы организовываем школу Леопензим и Философские школы, они приезжают к нам, они не переведены на русский язык. Мы переведем сейчас одну из книг, и собираемся ее издавать либо сами, либо, если нам поможет какое-то издательство, издательство в каком-то издательстве. Ну, то есть, ну, этот процесс, я не могу сказать, что он прямо вот, то есть, это прям, ну, что это такое, ну, действительно, магистральное направление нашей деятельности, это скорее какие-то такие приятные моменты, да, но оно тоже полезно, и нам это очень приятно. Вы говорили, что горожане могут влиять на облик магазинов, вот, назовите коды. В какую сторону вас направлялись сами горожане? К чего они грозили? Ну, горожане, например, хотели какую-то достаточно подробную реприкацию, которую мы сначала отметали. Мы говорили, нет, в магазине должно быть все так запутано, чтобы человек, чтобы ему приходилось не, ну, не пришел там пять минут и купил книжку, и ушел. А чтоб он там застревал и катался. Мы думали, что это очень круто. На самом деле, это не очень круто, вот, ну, то есть, это мешало. То есть, мы в итоге сделали очень жесткую рубрикацию, вплоть до каких-то там отделов, подотделов и так далее. Сейчас в магазине есть, то есть, он обклеен такими этикетками, где какие-то там уже, собственно, там уточнения будут довольно серьезные. А педагогическая публика вообще этому радуется. То есть, не приходит к главе, слава богу, тут, блин, все как бы, все стоит там, где должно стоять. Но я говорю, что это не предел, мы хотим даже от этого выйти. Вот. У нас не было отдела кулинарии, у нас не было отдела моды, у нас не было отдела музыки первые полтора года. Они возникли просто потому, что люди пришли, сказали, давайте, мы просканировали ситуацию, есть ли хорошие книги на эту тему, хорошие книги оказались, мы их подтянули, мы сделали эти отделы. Я не знаю, мы жаловались, что у нас пол серый, да, мы сделали пол зеленый. Вот. И поэтому, ну, сейчас, как бы, зима, это проект, действительно, он цвет травы. И город, в котором шесть месяцев, в общем-то, зима постоянно, действительно, это приятно, как бы, так хорошо. Ну, даже в таких молочах. Очень долго все говорили, типа, сделайте кофе, чай. Ну, сейчас у нас ресторан рядом. Ну, ресторан, кафе. То есть, там есть все. Вот. Для чего? Для рекламы. Дело в том, что, вы понимаете, вот, если вы продаете дом на квартиру, да, вы можете 20 тысяч, то есть, у вас, там, маржа, как бы, продажа этой квартиры, там, миллион, да, если вы потратите 20 тысяч на, там, статью где-нибудь в какой-нибудь журнал, и у вас купят хотя бы одну квартиру, и с момента эта реклама отбивается. Вот. Чтобы отбить продажи книг 20 тысяч затраченных на рекламу, это надо работать на районе, блин, месяц, там, я не знаю, или сколько. Да, то есть, это, как бы, ну, это не наша история вообще, мы не можем тратить деньги на рекламу. Вот. С другой стороны, опять, для нас реклама на радио – это сарафанное радио, то есть, наша репутация. То есть, мы с кого, как бы, задатимся просто о своей репутации для того, чтобы люди давали положительные отзывы, они советовали. Это для нас главная реклама. А социальные сети, вы эти рекламы помогают? Да, да, у нас есть контакт, есть фейсбук, есть живой журнал, и есть сайт, который сейчас мы, там, трансформируем его переделываем. И? А контакт есть, но он очень небольшой, вот. Ну, я тут должен признаться, что, например, как бы, я, как бы, немного авторитарный человек, то есть, я не могу людям, там, дать полную свободу писать в этих блогах, что они хотят. И, в общем, я людей, очень-то, немного затюкал, то есть, своих коллег, в том смысле, что это нельзя, то нельзя, и они сказали, ну, нельзя, ну, как бы, сам делаю тогда. Вот. А я, как бы, я очень, ну, такой не электронный, я, у меня все равно какая-то есть такая, как бы, сказать, ну, просто ввиду характера, желание, как бы, ограничивать круг общения, но и социальные сети вообще не для меня. То есть, я там, вот, даже и фейсбук вообще меня из него выбрасывает, потому что, мне кажется, он какой-то очень неудобный. Контакты я люблю, но я люблю, потому что там музыку слушать хорошо. Ну, вот. Это, в общем, соцсетями, то есть, ну, я вам не скажу, что мы превратили соцсети в такое эффективное орудие маркетинга. И, вполне возможно, это не отпугивает каких-то людей, которых могли бы отпугнуть вот такое вот. Я не знаю, ну, у нас с этим, короче, плохо все. То есть, у нас все это есть, но это все, как бы, типа, вот у нас книжка такая, пришла вот такая, вот тогда-то лекция и так далее, там, вот. А сегодня день рождения Ленина. Поздравляем всех. Ну, как-то вот у нас и не так выглядит этот блок, к сожалению. А вот это хороший вопрос. Блин, к сожалению. Потому что, почему? Потому что Стейнбек издает, Стейнбека издает АСТ, Абдуалька издает АСТ, Гарсия Маркес издает АСТ и никто другой. Было давно. И корпусы, вот это все, да. И, ну, продажи магазинов, ну, то есть, если говорить о долге этих книг, в общем обороте, то она достаточно скромная. Я не знаю, ну, порядка может быть в 7-10%. Принцип отбора 5 голов. Вот 5 голов. Филолог, философ, историк-журналист, гералок и художник и поэт. Вот. Вот. Все. Ну, на самом деле, через какие-то там полгода вообще-то, то есть, профессионализм, он возникает очень быстро, когда там о выходе книжки уже не надо там, надо не искать, где она, чего вышла. Есть контакт с издательством, издательство информацию присылает. Вот. То есть, в плане того, чтобы узнали, где чего там вышло, это несложно. В плане отбора, ну, да, то есть, это как бы вкусно же, да. Но у нас принцип такой. Заказы делают разные люди, ну, распределены издательства. После этого их редактирую я. Но я редактирую не окончательно, я, например, говорю, что давай вот эту книгу уберем. Вот. А он начал говорить, ну, это нельзя, потому что оно еще важно. Я говорю, хорошо, тогда оставим. А если он соглашается, говорит, ладно, давай уберем. Тогда мы убираем. То есть, вот, ну, некие фильтры выстроим. Ну, это как бы, я не знаю. Он может быть каким угодно, этот механизм. Проколы бывают, конечно, бывают всякие. Там, поздно привезли книжку. Еще понимаете, момент вот такой отрицательный связанный с провинциальностью, то есть, с этой вот отдаленностью от Москвы, он заключается в том, что мы же платим за доставку. Вот. Если мы не набрали там 40-50 книжек для заказа, ну, как бы, этот заказ становится очень невыгодно, он становится очень дорогой. Вот. Поэтому иногда просто приходится ждать, когда-то не продается какое-то достаточное количество книг, чтобы заказать в том числе и какую-то новинку. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, вот, и наш читатель, он такой же, вообще-то, не сильно-то шустрый. То есть, он, человек узнал о том, что вышла какая-то книга, ну, примерно через месяц после того, как она в Москве там уже там прогремела, по-моему писали, и нам хватает этого времени. Вот. Ну, иногда бывает, ну, всякое бывает, конечно, и такие бывают, прям, ну, серьезные факаты бывают. Но мы стремимся все-таки, как, друг за другом следить и вообще, как бы, ну, то есть, провалов таких, чтобы не было особо. Спасибо.